17 урок сибирского языка, но вот более такой продвинутый уровень ранее уже говорили о соответствиях. Вот такой более-менее полный список соответствий в области согласных. В данном случае это северо... ну так называемый северный русский диалект, точнее северный русский язык, как я воспринимаю. Просто сравниваем с тем, что получилось в литературном русском и ситуация в северных языках. Ну, как мы видим, большинство всех этих изменений, оно сводится к тому, что все группы согласных так или иначе упрощаются. Ну, не все такие, часть групп наиболее труднопроизносимые. Особенно если эти группы на конце слова или слогов. Сохраняется мягкость ари, серб, церква и так далее. Также д мягкая часто переходит в йод, заходит, потому что это встречалось в курсе сибирского. А сам по себе йод, допустим, в сочетании загласных с йод, они часто вообще упрощаются. То есть, назначение, свиня и так далее. И между гласными йод постоянно выпадает, допустим, в окончаниях и так далее. В основном в начале слога встречается. Перед у обычно йод не выпадает в сибирском языке. Допустим, бегают йод не выпадает здесь, перед у. То есть, ю там получается, но там оно не меняется. Сохраняются всякие сочетания с сонорными, допустим, стра, вот эти сонэ. Они имеют такую тенденцию более-менее сохраняться, потому что они легко произносятся. Там есть звонки сонорные, согласные. Ну, значит, надо также обратить внимание, что постоянно пишется ж, ш через и. Так как ж и ш всегда твердые. Значит, система гласных окающая. Но, в принципе, есть в сибирском диалекте акающие зоны. Поэтому, в принципе, можно аканье. Допустим, известная песня «Вороб на полдень» у нас записана в акающем варианте. Но, как бы, литературной нормой она считается оконью. Значит, вместо йо употребляется сочетание йо и йо с мягким знаком, то есть студеной и мудреной. Так как йо – это довольно поздняя буква, и смысл буквы йо в том, что она чередуется с е, а вот этого, как раз, чередования с йо в е, оно в сибирском языке практически нет, оно разрушено. То есть сочетание йо и йо редко наблюдается. Как правило, лексикозировано. То есть в одних случаях либо всегда йо говорится, либо в других случаях всегда йо говорится. Нет приставки на йо, то есть раз, роз, всегда роз пишется, роз палисе, роз бегалисе. То есть нет раз приставки, потому что оконье. И этимологически эта приставка ой имеет, то есть роз. В труднопроизносимые сочетания согласных часто вставляется гласное, допустим, есть делать, ржаной. И в начало тоже. Слово, если там оно начинается на какое-то труднопроизносимое сочетание согласных, то можно вставлять согласное. Но это не от жестких правил. Суть в том, что, опять же, язык стремится к такой певучей такой форме без каких-то сложных сочетаний согласных, чтобы было много гласных, много открытых слогов и так далее. Но, с другой стороны, вставляются и протетические согласные, а именно они вставляются перед о или у в начале слова, а также перед и в начале слова. В услову ни. Они также могут, допустим, если мы не делаем стяжение, а у и у хотим сохранить, перед ним вставляем в потоке речек, каравульщик. То есть, вот, допустим, было каравульщик, да? Либо мы стягиваем, но тут вроде она не стягивается, потому что йота нету. Поэтому надо вставить перед у в каравульщик, токио, если токио, допустим, адаптировать фонетически, токио. Вот, в услову ни нас. Если перед, в потоке речи, если перед вот этим о все равно идет согласный, то можно протетически не вставлять, допустим, деку слабо ни жмя. Потому что оно с дык сливается, и его не надо. Ну, это такие, как бы, уже сложности, поэтому я их и на письме не всегда обозначаю. Вот это вот протетически вы и йод, да? Вы и йод. Вот, и как бы в речи тоже не всегда так вот жестко этот принцип провожу. И к другим также терпимо отношусь. Но, в принципе, вот тенденция такая. То есть, в начале слово, если у нас имеется о, у, и, мы перед ним вставляем согласный. Перед о и у вставляем в, а перед и вставляем и. Ну, так же, как и е. Но е у нас привлекает то, что в русском такой же закон. То есть, если в начале слово е, допустим, елань, то мы всегда перед ним йод пишем. Елань, да? То же самое, на самом деле, и в сибирском. Ну, есть также в области гласных такое явление, как между мягкими гласными, а переходит в е. О, петь. Вот, в, петь, да, лучше сказать, в, петь. Пести. Вот. Ну, иногда сохраняется, допустим, глянь, мякина. Поэтому тут тоже надо смотреть. Но вот такое активное, такое явление в северных русских языках есть, переход а в е. И также между глобными гласными и переходит в у. Ну, это практически без каких-либо, без заключений. Бувать, промышлять. Вот, значит, промышлять, в принципе, выбивается. Ну, то есть, иногда этот закон действует, когда просто рядом одна губная, допустим, промышлять. Строго он действует, когда между губными. Когда и между губными, допустим, бувать. Строго будет бувать. Вот. Если он граничит с одной из губной, то иногда действует, иногда и не действует. Такой текст. Есть песня «Вороб на полдень». Вот, собственно, текст с разобранными отдельными словами, которые могут вызывать сложности. По-моему, должен быть он на ютубах. Вот его как раз поют в этой версии на А, потому что исполнитель решил так беспеть. Вот, собственно, текст сам по себе. И объясняются отдельные слова. Я думаю, что зачитывать не буду. Вот, можно почитать, проанализировать вот эти все явления. Где тут переходы, где тут, допустим, у нас, допустим, ввод язбы на вольготу. То есть, вот тут вот эта отрасль, она словно стоит в начале сочетания, в начале все синтагмы. То там надо его ввод ставить, говорить надо в протетическое. Рост торгующий, вот то, что я говорю, что только приставка роз и так далее. В общем, вот тут можно поизучать и подумать, как эти все слова получились. Солнцу так и будет, вместо солнца, как пишут, да, и так далее. Вот, такой тоже пример сибирского языка.